Музыка Третий год подряд инициатива «Подари снежинку доброты» поддерживает детей из семей, опекаемых благотворительной организацией «Каритас». Участники акции должны были вырезать бумажные снежинки и подготовить подарки детям, которые и в рождественские дни их получают довольно редко. В этом году зима пожалела нам снежинок, а вот участники нашей акции нет. Люди делились добротой и делали снежинки, которые не тают, попав на ладонь. Все участники нашей благотворительной акции не просто подарили частичку своего тепла, но и рукотворными снежинками напомнили о том, что рождественское чудо все-таки существует. Подопечные организации «Каритас» должны были оценить все присланные с подарками снежинки и выбрать, по их мнению, самую красивую, что они и сделали. Автор снежинки-победительницы получит приз от партнера акции «Подари снежинку доброты». Однако, по мнению организаторов, подарки и призы здесь все же не главное. Главное – внимание и новый культурный опыт. О последнем медиахолдинг всегда заботится особо и старается, чтобы каждый раз мероприятие было не только новым по форме и по содержанию, но обязательно интересным именно детям. Мы вообще часто участвуем и поддерживаем любые благотворительные и культурные инициативы. И мы рады, что опять участвуем в подобном проекте, особенно потому, что здесь собрались дети в Вильнии. Дети, которым культура очень много дает. Ведь важна не только пища телесная, но и духовная. Сегодня я как раз разговаривала с девочкой, которая с огромным энтузиазмом делилась воспоминаниями о прошлогоднем празднике, рассказывала о том, как она ходила в театр. Если ребенок сегодня вспоминает с такой радостью о прошлогоднем спектакле и походе в театр, это еще раз доказывает, что для детей важны не только сами подарки, но и мероприятия. Яркие впечатления и приятные воспоминания – это тоже для них большой подарок. По словам представителей Каритаса, в нынешнем году многие присылали подарки без снежинки. То есть люди хотели просто одарить вниманием и заботой тех, кто в этом нуждается, не претендуя на призы. Почти каждую снежинку и подарок сопровождало письмо или открытка. А значит, участие в акции не было формальным. Люди действительно хотели обрадовать и подарить дух Рождества тем, кто, возможно, несмотря на юный возраст, уже начал в нем сомневаться. Елена Гробовская, Микола Чебрауско, Первый Балтийский канал. Продолжение следует...